Всего на Брещене в голосовании участвовало 975 642 избирателя, внесенных в списки. Председатель областной избирательной комиссии по референдуму Александр Каледа на встрече с журналистами отметил, что на всех участках на протяжении всего референдума зафиксирована большая активность. И это неудивительно, ведь досрочно проголосовало практически 45% граждан. Всего в отировании, подчеркнул Александр Каледа на брифинге, приняло участие 79% от общего количества, внесенных в списки избирателей. Расхождение между крупными городами и сельской местности примерно 10%. Количество участников референдума проголосовавших за 64,5% против около 8. Самая низкая цифра по всей республике. В то же время, недействительные по разным причинам бюллетени набрали 6,9%. По явке не скрою, я особо не переживал. Я так думал, что в районе 78-80% где-то так. В таком разрезе должно быть. А вот «за» – это вопрос сложный. Если бы шел подсчет от числа принесших участия в голосовании, конечно, я бы тоже не сомневался за результат. А когда идет от списка, это серьезно. И поэтому то, что больше 60% конкретно по Брестской области проголосовало за вопрос, вынесенный на референдум, это, конечно, нас, как организаторам выборов, это очень радует. Если проследить цифры по районам Бреста, ситуация следующая. В Ленинском районе явка составила более 73%. За проголосовали 59%. В Московском районе чуть более 73%. Фотировали за почти 59%. Также глава областной избирательной комиссии по референдуму подчеркнул, что в ходе голосования нарушений зафиксировано не было. Но в то же время были разного рода пожелания. Стоит отметить, что речь идет пока о предварительных подсчетах, поэтому окончательные результаты нужно ждать позже. Хотя на практике оказывается, что расхождение первичных результатов и конечных незначительно.